МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ПС Панорама Севера, студия Елена Гончарова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поморская столица дан старт Архангельскому лесному форуму. В этом году главная тема отраслевого собрания — правовое регулирование лесных отношений. Также в рамках форума будут говорить и о науке на службе ЛПК. В этом году площадкой диалога о развитии отрасли стал Северный Арктический Федеральный Университет. Магнитная жидкость, полученная из отходов целлюлозно-бумажного производства, способна доставить лекарства точно к болевой точке. А вот более привычный вид опилы и щепы — топливные гранулы-пилеты. Сегодня в САФУ на выставке в рамках лесного форума показали, как наука может служить интересам ЛПК. Например, революционная разработка — акустическая сушка древесины. Древесина в исходном состоянии содержит 70-80% влаги. Мы под действием акустики, сжимаем ее как губку, и между пальцами вытекает эта древесная влага. Включаем бра, который составляет 30%. Биоэнергетика, домостроение и лесохимия — среди приоритетов развития регионального ЛПК, который, как и прежде, основа промышленности Архангельской области. Для всего нового, что может быть предложено в этой отрасли, Архангельская область должна стать площадкой для отработки, для поиска решений как организационных, так и технологических. Рабочие места, наши кадры — это все то, что создает такую комфортную социальную базу. Участники форума единодушны. Сегодня важно насытить отрасль инновациями и квалифицированными специалистами. Наращивание интеллектуального потенциала лесного комплекса — одна из задач, стоящая перед САФО. На пленарном заседании было подписано соглашение между ВУЗом и Федеральным агентством лесного хозяйства. Главная цель — обеспечение лесопромышленности России грамотными специалистами. Уже 85 лет на территории области готовятся инженерные кадры для лесопромышленного комплекса. И, конечно, сегодня университет готовит всю линейку специалистов для этой отрасли. Грядут большие изменения в лесном законодательстве. До 2016 года в стране появится единая система государственного учета древесины. Она позволит контролировать все этапы лесозаготовки, начиная от срубленного дерева и заканчивая конечной реализацией продукции. Ожидается, что это полностью закроет рынки для нелегальной древесины. Я думаю, что в 2014 году совместно с Государственной Думой, совместно с субъектами Российской Федерации, и в этом большая надежда на Архангельскую область, мы сможем продвинуть те законодательные инициативы, которые будут способствовать дальнейшему развитию лесного комплекса. Современное лесоперерабатывающее производство мирового уровня. На этот эталон равняются компании-участники регионального ЛПК. Сегодня были названы победители конкурса «Лучшие предприятия лесного комплекса Архангельской области-2013». Лучшим лесозаготовителем названо предприятие «Шалакуша лес». Лучшим среди деревообработчиков стал 25-й лесозавод. Елена Матвеева, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Впервые в этом году Архангельск отметил Всемирный день проблемы детей-аутистов. В последние два года интерес к этим детям возрос во всем мире. По данным мировой статистики, сегодня на 88 родившихся детей приходится один ребенок с диагнозом аутизм. В Архангельске таких 54 ребенка. Региональная общественная благотворительная организация общества помощи аутичным детям «Ангел» при поддержке администрации Архангельской области устроила ребятам настоящий праздник. В библиотеке имени Аркадия Гайдара дети и их родители посмотрели театрализованные представления и даже поучаствовали в мастер-классе по рисованию. Но это лишь часть работы, которую проводит благотворительная организация «Ангел». На базе Центральной психолого-медико-педагогической комиссии был создан консультативно-диагностический пункт для детей с аутизмом. Там проходят консультации для деток и для семей. Но еще только-только началась работа, поэтому выводы, конечно, еще рано делать. Цикл мероприятий, посвященных детям-аутистам, получил название «Я вместе с тобой». Кульминацией встречи стал запуск в небо синих воздушных шаров. Это мировой символ этих особенных детей. Детей с аутизмом. В Котласе появился четвертый Мишутка. К трем частным детским садам прибавился еще один в поселке Вычигодский Котласского района. Он открыл свои двери месяц назад, но уже завоевал любовь жителей поселка. Сегодня в Вычигодской Мишутке открыта одна группа. В ней 15 ребятишек от полутора до двух с половиной лет. Пять мест еще вакантны. Когда желающие на них найдутся, малышей разделят на две небольшие группы. Индивидуальный подход – это то, что могут себе позволить частные детские сады. На 10 детей – три воспитателя, плюс логопед, психолог. За питанием также следят особо. Здесь оно пятиразовое. У меня ходит мальчик Тимоша. Очень нравится садик. Хорошие отношения, кормят хорошо. Все хорошо, нравится. Дочь в улице – довольный. Довольный. Что нравится? Ну, удобное время, питание, отношения, воспитатель к детям. Помещение, в котором расположился частный сад, принадлежит городу. Когда-то здесь была ведомственная скорая, потом акушерско-гинекологический пункт, затем много лет здание пустовало. В этом году администрация сдала эти площади в аренду. Капитальный ребенок здесь был сделан, но в любом случае это дорогостоящий проект. Очень много вложений в оборудование профессиональное, в пищеблок, в игрушки, дополнительные какие-то материалы. Но в любом случае мы уже создаем, какая атмосфера есть. Можете посмотреть. Детки счастливые, родители довольные. Мы очень этого ждали, потому что мы постоянно возили в Котлас, и вот как только открылся, мы сразу пошли сюда. Вместе со своей командой, меньше чем за три месяца, Елена Козлова создала уют в обеих группах, игровых комнатах, зале для занятий, в пищеблоке. Осталось обустроить игровую площадку во дворе. Он может рассчитывать на субсидию в рамках закона об образовании. Этим руководитель Мишутки, скорее всего, и займется в ближайшее время. Детская книга Сколько читают книги наши дети? Об этом Инга Швецова расспросила Архангела Городцев. Ну, наверное, больше бумажные люблю, потому что электронно как-то листать неудобно. Ну, и чтение все-таки, наверное, помогает развиваться как-то. А читаю я старых авторов, типа Чехова, Гоголя. Дети у нас еще маленькие, но читаем мы им книжки, сказки, картинки показываем, разбираем. А какие книжки, сказки? Ну, вот и Агни Барто, дальше Чуковского и другие. Я читаю приключения Васи Куролесова и повесть о Хачана Средине. Я люблю больше читать бумажные книги, потому что в них все сказано. Она может всегда действовать, а не как на электронные книги. Она может разрядиться. Я думаю, что маленькие дети читают больше, конечно, книги бумажные. А те, кто уже постарше, может быть, школьники, то они уже читают электронные книги. В нашем действии я из поколения 60-70-х годов читали очень много. Было очень много прекрасных писателей. Агния Барто, Носов, книги о самоделке немасса. Сейчас, в данный момент, интерес к чтению у детей, мне кажется, упал. Вытеснил компьютер, вытеснили компьютерные игры. В продолжении сегодняшней темы о детской литературе мы пригласили эксперта в этом вопросе, заведующую детской библиотекой номер 3 Архангельска Елену Латухину. Елена Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Когда-то наша страна считалась самой читающей в мире. Сейчас мы по-прежнему читаем, правда, на смену обычным книгам пришли электронные. Елена Викторовна, скажите, вы как заведующей библиотекой можете отметить спад посещаемости детской библиотеки? За последние годы спада такого сильного не замечается, потому что дети все равно читают, особенно маленькие. А сейчас стали возвращаться школьники, пятые, шестые, седьмые классы, потому что в многих школах Архангельска действует проект, работает успешное чтение, в котором надо читать, прочитать определенные книги, сделать на них какую-то рекламу, сделать задания. И в школьных библиотеках их может и не быть, они идут в городские. Ну а взяв книгу, читать, например, по школьной программе или по этому проекту, они берут еще что-то для себя. Скажите, а вообще с какого возраста дети начинают ходить в библиотеку? С любого. Бывает, что мамы привозят карапузов, которым исполнилось всего шесть месяцев. Одиннадцать, которые только-только начинают годовалые ходить, они берут первые свои книжки, особенно вот эти картонные, да, для топотушек. И с удовольствием их листают, читают. Очень часто бывает так, что родители не могут сдать книгу обратно в библиотеку, а какое-то время просят еще продлить, потому что ребенок в нее влюбился, уже знает ее наизусть, но все равно не отдает, просит ее еще и еще раз прочитать. И чем раньше отправить в библиотеку, тем лучше. Конечно. А какую в основном литературу выбирают? Ну, подростки сейчас много читают, конечно, по программе учебной, да, то, что классику. Но все равно вот в приоритете у них остается это, и, конечно, фантастика, фэнтези. Мальчишки постарше девятый класс, они вот читают многие серии, есть такая, сталкер по компьютерным играм. Но очень стало привлекать ребят, особенно шестые, седьмые классы, это литература о подростках. Там, где главный герой, они сами. То есть мальчишки, девчонки, что они могут почитать. Часто они не могут же спросить, кто-то стесняется, да, о чем-то спросить у взрослого. А со страниц книг их же сверстники советуют им, как поступить в той или иной ситуации. Елена Викторовна, я думаю, вы согласитесь, сейчас в наше время много вещей, отвлекающих от книг. Это и компьютеры, и телевизоры, и планшеты, и телефоны. А как все-таки приучить ребенка читать именно книгу? Просто когда ребенку еще, наверное, 6 месяцев, год, 2 года, надо маме взять книжку вечером перед сном, сесть рядом с ребенком и 20-30 минут уделить внимание ему. То есть если ты начнешь читать маленькому ребенку вслух, потом постепенно он привыкнет сам читать. То есть это самое главное, не упустить тот момент, когда ваш ребенок еще вас слушает, читать ему вслух хотя бы 20 минут в день. И, наверное, быть примером, да? Да, самое главное, вы правы, примером, потому что если ребенок видит в руках у родителей книгу, особенно печатную книгу, очень часто ему хочется узнать, почему их мама или папа читают, а что там, и брать с них пример. Елена Викторовна, спасибо вам за комментарий. Пожалуйста. У нас в студии была заведующая детской библиотекой номер 3 Архангельска Елена Латухина. Выпуск продолжит новостной дайджест. Информация короткой строкой. 3 апреля в Архангельске стартует второй городской чемпионат по сбору макулатуры «Эко-баттл», адресованный всем любителям природы. На протяжении апреля пройдут состязания в макулатурном и пластиковом зачетах. Чемпионат инициирован Молодежным советом Архангельска при поддержке Архангельского фонда дикой природы. Газете «Правда Севера» исполнилось 97 лет. Сначала газета называлась «Известие Архангельского совета рабочих и солдатских депутатов», потом «Волна». При этом издание выпускалось даже во время оккупации Архангельска войсками интервентов. Только в 1929 году газета обрела свое нынешнее название «Правда Севера». Мэр Виктор Павленко подписал распоряжение о проведении в Архангельске традиционных весенних легкоатлетических эстафет. Участникам предстоит пробег по улицам Соломболы, которые носят имена героев-северян. В округе Варавино-Фактория в этот же день пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рыбак Севера» и Архангельского троллова флота. 69-я майская эстафета состоится 2 мая. В Архангельской области разработана программа по автоматизированному учету малышей, не посещающих детские сады. Региональная электронная очередь объединила информацию со всех муниципальных образований Архангельской области. Теперь наш регион получил право на дальнейшую федеральную финансовую поддержку. А теперь к обзору свежего выпуска газеты «Правда Севера». Вот его главные темы. Вчера в Архангельске начался весенний призыв, который продлится до 15 июля 2014 года. Чем этот призыв отличается от предыдущих? Об этом, а также еще о том, почему в боенкомате приветствуется, когда призывник приходит с родителями. Читайте в свежем выпуске «Толстушки. Правда Севера». В свое время на реке Пинниги вылавливали семгу по 25 килограммов весом. Сегодня жизнь стала другой. Но по-прежнему в цене настоящее трудолюбие. Братья Хромцовы из пиннижской деревни «Остров» хорошо соображают в плотницком деле. Могут срубить и дом, и баню. О жизни, быте и традициях большой семьи читайте в свежем выпуске «Правды Севера». Решив стать настоящим дачником, вы наверняка надеетесь, что домик вдали от городской суеты не заставит вас особо хлопотать с бумагами. Однако у желающих оформить собственность жилые дома, расположенные на земельных участках, осталось не так уж много времени. Подробности читайте в рубрике «Закон и мы» еженедельного выпуска «Правды Севера». Детский театр – уникальное место, где создана особая атмосфера сказки. Попав сюда, малыши искренне верят в происходящее на сцене, полностью растворяясь в театральном действии. В Мирном с успехом прошло выступление Архангельского театра «Кукол», приуроченное к неделе детской книги. В рамках гастролей театра состоялся спектакль «Щучья суперзвезда» для зрителей от пяти лет и старше. Мероприятие проходило в зале детской школы искусств. На премьеру спектакля пригласили школьников третьих классов. Для ребят такое событие было в новинку. Никто и подумать не мог, что организаторы подарят всем такой сюрприз. Нам захотелось, наверное, разнообразить формы нашей работы. В прошлые годы мы приглашали, в основном к нам приезжали знаменитые писатели, причем знаменитые, действительно известные уже писатели. А в этом году мы решили познакомить наших читателей с творчеством театра. По задумке постановщиков, настоящую роль спектакля мог получить любой зритель. Дети вливались в действия на сцене, сопереживая артистам, активно помогая им вершить добрые дела. Ожившие книжные персонажи приобретали вес в глазах ребят, и каждого нового участника представления зрители встречали бурными овациями. Спектакль в такой стилистике был продемонстрирован мирно впервые. Бабка за детки, детка за репку, тянут, потянут, и вытянули репку, ура! Купить пояс в модном бутике или взять нитки и сплести. Семинар-практикум «Пояса русского севера» проводит областной Дом народного творчества. Традиции северного плетения изучила Валентина Скворцова. На иглах, на ключах и даже на бутылочках. Вот так по-разному можно плести северные пояса для костюмов, которые носили когда-то наши бабушки. Это у нас шерсть, это старинный пояс, сделан на дощечках. Это у нас пояс на бёрдушке, здесь тоже шерсть, в основном шерстяные нитки использовали. Это уже плетёный пояс на вилке. Освоить эти техники может любой желающий. Это доказали своим примером около 20 педагогов и музейных работников, которые приехали из пяти районов Архангельской области, в том числе Няндамского, Крагопольского и Шенкурского. Знания, которые здесь получат, конечно, я буду применять на практике, обучать и людей, которые приходят узнавать, изучать костюм, шить костюм. Традиции – это часть культуры, которую необходимо не просто сохранить сквозь столетия, но и донести до подрастающего поколения. Детям просто необходимо для развития моторики, для привития эстетического вкуса, для понимания значения пояса в целом в ансамбле костюма «Русского Севера». Семинар «Практикум» – это подготовка к проведению второго межрегионального фестиваля «Костюм русского Севера». Туда приедут модельеры не только из Архангельской, но и из Вологодской и Мурманской областей Карелии Ненецкого автономного округа Коми. Валентина Скворцова, Илья Сумароков, Панорама Севера. В Архангельске в торговом центре «Петрамуст» открылась медовая аптека. Наша съемочная группа изучила вкусный и полезный ассортимент. Мед из Красноборского и Котловского районов, пирга, пыльца, маточное молочко, прополис, различные травяные сборы и бальзамы – все для крепкого здоровья и отличного настроения можно приобрести в новой аптеке «Северный мед». Специалисты-диетологи считают, что мед северных пчел является одним из лучших на мировом рынке продуктов пчеловодства. Прежде всего, он ценен своей чистотой и присутствием в составе специфических элементов. Этот мед производится северными пчелами в тяжелых климатических условиях. За рекордно короткий срок они должны собрать такой мед, чтобы хватило на долгую холодную зиму. Качество его должно быть только превосходным. А теперь приятные новости. Покупая один килограмм северного меда, вы получаете в подарок полкило меда южного, не менее вкусного и полезного. Акция стартует с 1 апреля и продлится весь месяц. Успевайте попробовать все. Не проходите мимо. Медовая аптека «Северный мед» ждет своих покупателей на первом этаже торгового центра «Петромост» на проспекте Ленинградском, 255. Екатерина Грицыенко, Валентина Скворцова, Илья Сумароков. Автографня. К новостям спорта. Флорболисты Поморья взяли все золотые медали на всероссийских соревнованиях. В Новгороде прошел всероссийский детско-юношеский турнир по флорболу «Золотая клюшка-2014». В этом году соревнования побили рекорд по числу участников. В заявочном списке значилось 66 команд и более тысячи игроков. Архангельскую область на турнире сильнейших команд России представляли Двина, Новодвинск, Темп, Холмогоры и 4 флорбольных коллектива из Архангельска. Высшая лига, Кобра, Кобра-Барракуда и Искра-Ремикс. Поморская школа флорбола считается одной из сильнейших в стране. Этот постулат юные спортсмены Архангельской области блестяще подтвердили в очередной раз, завоевав 8 золотых медалей из 8 возможных. А в турнире мальчиков 2001-2002 годов рождения все три призовых места заняли команды Поморья. И это Двина, Кобра и Высшая лига. Поэтому не случайно, что в списке 24 лучших флорболистов турнира 13 человек представляют наш регион. В их числе и новодвинцы Сергей Гребенщиков – лучший нападающий, Анатолий Просулов – лучший защитник, лучший вратарь Роман Комаров и еще один наш спортсмен Роман Бородкин признан самым полезным игроком золотой клюшки. В Архангельске работает крупнейшая меховая ярмарка Сибири. Изысканный и вместе с тем практичный ассортимент изучила Валентина Скворцова. Более 5000 моделей шуб, дубленок и кожаных курток от лучших российских и зарубежных фабрик представит на суд северян крупнейшая ярмарка Сибири. Ассортимент уже по достоинству оценили горожане. Здесь очень большой выбор. Себе приглядела шубка «Автоледи». Сейчас за нее оплачивают деньги. Все очень нравится. Покупки можно приобретать по наличному и безналичному расчету, а также в кредит. На выставке действуют скидки до 70% и акции. При покупке норковой шубы вы получаете кожаную курточку в подарок, а при покупке кожаной курточки вы получаете вторую кожаную курточку за 2000 рублей. Пришли выбирать маме шубу норковую, а оказалось, что можно еще в подарок получить вот такое вот красивое пальто. Акция действует до 6 апреля. Успевайте, подробности узнавайте у продавцов-консультантов. Вас ждут в выставочном зале Союза художников на проспекте Советских космонавтов, 178. Валентина Скворцова, Руслан Семушин. Про события. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 3 апреля, доллар США 35 рублей 25 копеек, евро 48 рублей 68 копеек. Это были новости на канале ПС. В студии работала Лена Гончарова. Прощаюсь с вами и передаю слово Юнису Альшаруба, у которого, как всегда, есть что сказать о погоде. Голода. 3 апреля. О погоде в Архангельской области. В Котласе на протяжении дня температура меняется от минус 5 до плюс 1. Облачно. Возможно, осадки. Вильск может похвастаться довольно безветренной погодой. При температуре воздуха минус 8. Возможен снег. В Плесецке максимальная температура в течение дня плюс 1. Минимальная минус 6. Облачно. Небольшой снег. И, конечно же, о погоде в Архангельске. 3 апреля. Температура воздуха утром минус 3. Пасмурно, без осадков. Ветер слабый. Днем потеплеет до минус 1. Однако возможен снег и сильный ветер. Вечером на небе не облачко. Можно выйти на улицы, посмотреть на звезды. Но придется одеться потеплее. Ведь температура опустится аж до минус 9. Ветер сильный. Сотни лет. И день и ночь вращается. Карусель земля. Сотни лет. Все ветры возвращаются. На круги своя. С вами был Юнис. Смотрите телеканал ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова